В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Московский коксугазовый завод отметил свое 70-летие. Московцы это Видное, а Видное это Московцы. В районе деревни Малое Видное из-за подтопления перекрыли автодорогу. Оно милеет только тогда, когда откачивают, коммунальщики приезжают, откачивают. В доброй комнате детской поликлиники появилось 70 книг. Здесь дети могут поиграть, расслабиться и уже с позитивом идти к врачу. 1 апреля Московский коксугазовый завод отметил 70-летие со дня запуска производства. Именно благодаря этому предприятию был построен город Видное. В историко-культурном центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею Москокса, на котором побывала и наша съемочная группа. У Московского коксугазового завода есть не только крепкие трудовые традиции, но и традиции празднования замечательных событий. Тем более повод особый 70-летний юбилей предприятия. В этот день, наверное, нам нельзя не вспомнить тех людей, которые проектировали завод, строили завод, начинали эксплуатировать завод, ну и, безусловно, тех, кто сегодня продолжает эти традиции. Праздничное мероприятие состоялось в районном историко-культурном центре. Поздравил сотрудников Москокса, временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов. Москокс – это Видное. Видное – это Москокс. И мне очень приятно, что сегодня Минстрой Российской Федерации опубликовал рейтинг. Есть такая градация. Града с условно-комфортным климатом. И Видное занял первое место по комфорту для жизни. Это ваша заслуга всех ветеранов Москокса. Много теплых слов в адрес ветеранов производства, сказал Вячеслав Ветисов. Также депутат Государственной Думы зачитал поздравления от губернатора Московской области. Постоянно говорим слава и благодарности нашим предкам, отцам и дедам, которые в непростое время разворачивали производство, которое со временем занимало ведущие позиции не только в стране, но и в мире. И, конечно, те традиции, те династии, которые сегодня на производстве присутствуют, конечно, это велико наша сила. Сегодня на предприятии работают 900 человек. Многие из нынешних заводчан – представители трудовых династий. А для некоторых такая непростая профессия стала делом всей жизни. Иван Бельченко даже после выхода на пенсию еще 11 лет трудился на родном заводе. И сразу он меня послал работать люковым наверх, на печи. Там я проработал сколько люковым? Ну, лет 10. Потом я наверху перешел на машину загрузочного вагона. Там проработал. И всего он проработал на заводе 45 лет. Стоит отметить, что среди работников Москокса всегда было много представительниц прекрасного пола. Родители тут проработали все время. И мама, и отец. И в Москву далеко. Пыталась в Москву, а потом мне так тут и сел. Все слова и выступления в этот день были пронизаны одним общим посланием – благодарностью за бесценное наследие. Бережно сохраненное и переданное сегодняшнему поколению. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Как правило, в общественную приемную депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова люди приходят с проблемами. Но недавний прием, который народный избранник провел совместно с исполняющим полномочия главы городского округа Дмитрием Абареновым, стал приятным исключением. Максим Козлов расскажет подробнее. Как позже признается депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, именно в такие моменты понимаешь, что главное в твоей работе – помощь конкретным людям. И когда ты решаешь какую-то определенную проблему, многие вещи, даже очень важные, отодвигаются на второй план. Позвольте вам вручить, да, от нас вот с благодарностью за ваше участие, за то, что вы такой неравнодушный человек, как как вы... Это нельзя. Это, да, это все, это спортсмены. Это сейчас в кабинете звучат шутки и смех, но в прошлый раз все было иначе. В марте жители микрорайона усадьба Суханова обратились к Вячеславу Фетисову за помощью. Несмотря на решение суда, Росреестр затягивал постановку одного из домов на кадастровый учет. Лидовский суд – это где было вынесено решение о том, чтобы дом номер три ЖК-усадьбы Суханова поставить на кадастровый учет. История эта началась давно. Жилой комплекс получил свое название благодаря близости с Сухановской усадьбой. Но пока одни люди спокойно обживались на новом месте, те, кто купил квартиры в третьем корпусе, получили большие проблемы. Причем не по своей воле. Собственник соседнего участка выдвинул претензию, что дом построен с нарушениями, из-за чего и возникли проблемы с постановкой здания на кадастровый учет. Но теперь это в прошлом. Огромное спасибо. Примите наши пожелания. Ну, прежде всего, крепкого вам здоровья. Успехов в вашем труде. Сейчас проблем у жителей станет куда меньше. Ведь люди, не имея на руках документов на право собственности, не могли прописаться и, соответственно, имели сложности с устройством детей в сады и школы, получением пенсий и других социальных услуг. Было принято решение о строительстве. Построено, принят дом к эксплуатации, а люди не могут зарегистрироваться. Мне кажется, есть доверие людей, депутаты. Это очень важно. И мы стараемся конструктивно, идеологии, в общем, проблемы решать. А прием жителей продолжился. Ведь люди приходят сюда с надеждой получить помощь от депутатов в самых разнообразных вопросах. И, как показывает наш случай, надеются они не напрасно. Постараемся оперативно. Попробуем решить вопрос побыстрее. А присутствие на встрече с жителями временно исполняющего полномочия главы округа Дмитрия Оборенова позволяет эффективнее и оперативнее решать проблемы граждан. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Последствия снежной зимы или нерадивые отношения соседа-совстанника привели к подтоплению дороги в районе деревни Малое Видное. Так или иначе, пострадавшими стали местные жители, которые в пятницу не смогли добраться домой привычным маршрутом. Дорогу пришлось перекрыть из-за того, что вода подмыла ее, и по ней стало опасно передвигаться на автомобилях. На месте событий побывала Татьяна Брылова. Чтобы побывать на море, вовсе не обязательно ехать в Сочи или во Владивосток. Достаточно проехать по Каширскому шоссе на поворот в сторону Малого Видного. Чем вам не море? Чем вам не корабли? Причина какая? Здесь низина, со всех сторон стекает вода, тает снег. Это море здесь уже два года или три года. Но оно же мелеет периодически. Оно мелеет только тогда, когда откачивают, коммунальщики приезжают, откачивают. Но почему же происходит подтопление? На этот вопрос ответил начальник территориального отдела «Картинский» Андрей Извеков. У нас есть постановление, есть места складирования, временного складирования снега, да, и есть места утилизации. Вот. А ЗАО «Софос» у нас такая самостоятельная организация, которая просто себя на поля возит снег с этой территории. И вот результат то, что вот все с полей, стекло, к метро. Мы обратились в Минсельхоз. Я обратился с письмом, да, что нельзя так использовать сельхоз землю. Вот. Мы обратились в Государственный технодзор, вот. Мы в балансодержателю, я отправил письмо в Росавтодор. Вот. Потому что это региональная дорога, рядом федеральная дорога неизвестна. Вот. Зато, ну, как бы, вот если бы не наша, ну, если бы не наша аварийная служба, да, там, Дорсер стояла, откачивала помпы, может быть, мы и Каширское шоссе бы затопили. Но огромная лужа на дороге – это еще полбеды. Жители Малого Видного не могут проехать в деревню. Не каждый знает пути объезда. Я вот там живу. А вы здесь живете, вы, то есть, как бы, утром откуда выезжали? Я отсюда же и выезжал. А сейчас закрыли. Я понимаю, как-то можно закрыть проезд к дому. Место, на котором я сейчас стою, в общем-то, довольно-таки опасное. В любой момент асфальт здесь может провалиться. Виною тому воды, которые текут внизу. И вот видна уже вот эта вот трещина. Именно поэтому дорогу здесь перекрыли, а жители Малого Видного остались отрезанными от мира. Местный житель Максим подсказывает, как проехать из деревни на Каширку. Объездная дорога не самая лучшая, но другого выхода нет. Автомобилистам приходится разворачиваться. На момент нашего приезда сотрудники Дорсервиса откачивали воду уже вторые сутки при помощи насосов и мотопомп. Вы давно их поставили? Утром. Вчера. Вчера. То есть, они уже здесь больше суток и все еще качают. Куда вода уходит эта откачанная? Вон туда. Заместитель генерального директора МБУ Дорсервис Александр Зубков по телефону прокомментировал ситуацию с закрытием проезда к деревне Малое Видное. Под землей идет ливневая канализация метра. Я понимаю, у них работал насос, и там было частично, она просто не справлялась так же с потоком. Насос качает, а ей уходить некуда, поэтому где-то у них произошла там утечка, и вода пошла из-под земли с их трубой. Было принято решение о закрытии проезда, так как была опасность провала асфальта. В течение недели должен решиться вопрос или об открытии данной дороги, или о ее вскрытии для дальнейшего ремонта. Пока же автомобилистам советуют пользоваться другой дорогой. Но руководству совхоза имени Ленина стоит все-таки соблюдать местные законы, а не жить по принципу «нам так удобнее». В Московской области работают семь филиалов пансионата для пожилых людей «Забота». Один из них находится в деревне Месайлова, еще один на границе Ленинского и Раменского городских округов. Именно сюда приехали медики Видновской районной клинической больницы, чтобы провести вакцинацию от ковида. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В настоящий момент в Раменском филиале пансионата для пожилых проживает 59 человек. Здесь люди преклонного возраста получают уход и медицинское обслуживание. Под руководством специально обученных сотрудников проходят досуговые занятия. Также проживающие любят прогулки на свежем воздухе. Медики Видновской районной клинической больницы предложили пройти вакцинацию от ковида, на что многие из жильцов охотно откликнулись. Я хочу дальше прожить. Прожила я уже 80 лет, еще хочу дальше пожить. Вот и хочу с детьми общаться, с внуками общаться, со своими знакомыми. Стоит одному заболеть, если что, то все больные будут. Так что я считаю, что надо делать. Перед процедурой медики проверили все истории болезни пожилых людей на предмет противопоказаний. Тем, кого допустили до проведения вакцинации, измерили давление и температуру. Прививка проявила себя с хорошей стороны. Практически нет никаких осложнений. И пациенты, которые в возрасте 60+, очень хорошо переносят. На самом деле это самые такие дисциплинированные люди, которые активно прививаются сейчас. И последствий от прививки никаких нет. Очень хорошо переносят. Стоит отметить, что вместе с проживающими здесь бабушками и дедушками прививку сделали и многие сотрудники пансионата. Они чувствуют большую ответственность в работе с пожилыми людьми и хотят свести возможность заразиться к минимуму. Обеспечить безопасность для проживающих. И в нашей сети уже несколько пансионатов сделали вакцинацию. И все пожилые хорошо перенесли, без осложнений. Поэтому мы уже не первые и нам не страшно. Через 21 день медики снова приедут в учреждение, чтобы провести второй этап вакцинации. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. 2 апреля, в Международный день детской книги, члены Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» передали подарки в добрые комнаты, расположенные в поликлиниках региона. Детские книги получила и Видновская детская поликлиника. Подробнее в нашем следующем сюжете. Региональный подмосковный проект «Добрая комната» существует в Ленинском городском округе уже более двух лет. Здесь ребята, ожидающие приема врача, могут поиграть, порисовать и даже почитать книги. А часто ты здесь бываешь? Да, часто. И как тебе? Хорошо здесь. Я люблю читать и играть. Инициаторы проекта – партийцы «Единой России» уверены, такие детские островки для игр и интересного времяпровождения должны появиться в каждой поликлинике. Это стресс, конечно, посещение врача. Многие боятся. Поэтому здесь дети могут поиграть, расслабиться и уже с позитивом идти к врачу. Сейчас, в настоящий момент, планируется во все наши медицинские учреждения, поликлиники, по всему Ленинскому городскому округу организовать вот такие детские комнаты. В честь Международного дня детской книги в «Доброй комнате» в Видновской детской поликлинике появилась целая библиотека. Более 70 книг различных авторов и издательств. Акцию проекта «Добрая комната», приуроченную к Международному дню книги, поддержали многие известные люди. Писатель Михаил Самарский, артистка, певица, исполнитель Катерина Голицына, актер Александр Ряполов. И все они сказали одно – «Добрые комнаты» – это важно, это нужно, это то, что заставляет детей радоваться. Дети чувствуют себя в «Добрых комнатах», счастливы. Ценность книги, наверное, немножко утрачена благодаря современным гаджетам. И вот сама по себе книга, взять ее в руки, полистать, посмотреть картинки, потрогать руками – это важно для детей, важно для их развития. Они листают книги, познают, обогащают свои знания и отвлекаются от тех негативных мероприятий, которые могут получить здесь лечебное учреждение. Это здорово, мы благодарны и благодарим партию «Единая Россия». Кроме того, организаторы акции передали маленьким посетителям поликлиники более 70 сертификатов на бесплатное занятие по верховой езде. Мы их раздаем для того, чтобы популяризировать конный спорт, потому что как и для детей, так и для взрослых он очень полезен. Для детей чем? Ну, конечно, ипотерапия. Лошади – это невероятно мощные, энергичные существа. И я считаю, что детям нужно с ними контактировать, общаться. Акция прошла одновременно по всему Подмосковью. Ее организаторы пообещали и дальше активно развивать проект «Добрая комната». Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!